откуда у меня такие знания это опыт конечно же в первую очередь я вам сейчас расскажу как я работала и станет сразу же понятно я подбирала персонал в рамках компании кей и консалтинг для таких крупных гигантов как джонсон и джонсон марс тойота сангабен фуджифильм шоссе и да и вы знаете у меня было всегда много позиций в работе это может быть 20 разных вакансий ты маркетинг директора и коммерческого директора подбираешь бухгалтера на участок авансовые отчеты и специалиста по регистрации медицинского оборудования и твоя задача очень быстро найти человека то есть ты обзваниваешь огромное количество кандидатов потому что бы конкуренты работают если ты хорошо не сработаешь сработает твой конкурент и он получит деньги а ты вообще ни с чем останешься в рамках этой деятельности я постоянно приезжала к различным клиентам в производственные компании в торговые компании смотрела как они проводят собеседование как проводится беседование русские и иностранцы как проводится беседование и чары и руководители и директора и меня сложилась картинка очень широкая относительно того какие существуют инструменты оценки и как работодатели интерпретируют информацию причем было очень много интересных случаев когда я например сижу такая в переговорной комнате с кандидатом сначала одна сдаем у много вопросов вам и полтора часа собеседуемся очень много уточняющих вопросов задаю и мне складывается картинка относительно его способностей мы потом приезжаем с этим кандидатом дальше к моему клиенту сидим втроем работодатель я и кандидат работодатель задает вопросы немножко другие либо те же самые но не уточняет какие-то детали и кандидат выдает информацию либо вообще другую не ту который мне говорил а как-то он решил по-другому сформулировать ответ либо очень коротко а работодатель не уточняет детали и я в шоке я смотрю что вообще не та картина складывается я то со всеми деталями другое узнала слава богу я сидела рядом я говорила что антон вот вы мне еще на собеседовании говорили об этом об этом можете раскрыть чуть больше информации и антон раскрывал чуть больше информации и у работодателя появлялась та картина которая была у меня но я тогда поняла люди оценивают очень быстро очень поверхностно и поэтому классный кандидат может проиграть собеседование потому что он может не успеть проявить каких-то компетенций на собеседовании это я считала что моя роль вот все узнать про кандидата все самое лучшее самое важное я прям копалась там в его компетенциях кейсах нюансах но не все копаются люди задают вопрос получают поверхностный ответ делают быстрые выводы и все до свидания следующий кандидат это помогло мне сформировать общую картинку относительно того как происходит рекрутмент и в силу того что у меня аналитический мозг я закончила бауминский университет я математик я логик и поэтому это все у меня выстраивается в голове в определенные алгоритмы я понимаю почему совершаются те или иные ошибки я могу это про транслировать кандидатом и соответственно работодателям тоже могу это про транслировать